Это итоговая программа Здорового Человека. Я Евгений Симкин. Здравствуйте! В центре внимания прямо сейчас. Испытание снегопадом в Мордовии выросли рекордные сугробы. Сколько еще будет идти снег, когда расщитится Ранск, кто мешает коммунальщикам и получится ли у нового мэра столицы Игоря Осабина сдать свой первый экзамен, который ему подкинула природа. Дальше больше. Россия готовится к пятой волне пандемии COVID-19, а микронштамм коронавируса уже нашли у наших соседей. Правда ли, что осенние 160 заболевших в сутки покажутся цветочками, когда новая версия болезни достигнет Мордовии? И как спастись от заражения? Почему все так дорого, инфляция бьет рекорды так быстро, цены в России не росли последние 6 лет? Станут ли роскошью капуста и картошка? И почему официальные 80-копейковые проценты инфляции ощущаются, как все 20? Автобус дальше не идет. Почему сразу несколько городских маршрутов передали частному перевозчику? Куда скоро вообще невозможно будет добраться общественным транспортом? И чем закончится передел саранского рынка пассажирских перевозок? Советская Мордовия оказывается именно в нашем регионе больше всего улиц, названия которых связаны с периодом СССР. Кто уже много лет хочет все переименовать? Почему советского в адресах меньше не станет? И помните, жители города, в честь чего и кого названы саранские улицы? Устали сметать снег с машины, буксовать во дворах, скользить на тротуаре и выходить из заносов на трассе? У меня для вас плохие новости. Снег будет идти еще неделю, а до конца зимы сугробы имеют все шансы достичь рекордных отметок. Синоптики в конце осени предупреждали, зима будет снежной, но не слишком холодной и оказались правы. По данным Яндекс.Погоды, в пятницу высота снежного покрова в Мордовии достигла 65 сантиметров. Такие снегопады всегда испытания для городских служб. В Саранске на погоду накладывается еще и политический фактор. Игоря Осабина избрали мэром за два дня до Нового года и сразу самый тяжелый экзамен. Пресс-служба Саранской администрации каждый день публикует отчеты, кто, как, когда и в каком количестве убирает снег с городских дорог и тротуаров. Для примера, только в ночь с 12 на 13 января его было вывезено почти 2000 кубометров. Городские дороги свободными от снега назвать, к сожалению, нельзя. Коммунальщики выслушивают справедливые упреки, но и у них есть свои аргументы. Типичная ситуация, когда надо убрать снег, но мешают припаркованные машины. «Наставили и забыли. Даже иногда не то, что механизировано, даже вручную невозможно убрать около этих машин». «Работаем с ГАИ, они нам помогают. Просьба ко всем жителям, чтобы с пониманием к нам относились, к нашему труду». «Даже подходишь, просишь не встать, пожалуйста, вывоз снега для вас же. Игнорируют». В этой снежной истории коммунальщикам и водителям нужно найти взаимопонимание. Напомню, в Саранске зимой действуют специальные правила парковки. Она разрешена или запрещена, в зависимости от того, четное сегодня число или нечетное. Нарушители на эвакуаторе увозят на штрафстоянку. Еще одна проблема – не хватает коммунальной техники. Например, комбинированных дорожных машин. Это те самые КАМАЗы, которые сгребают снег на обочины. Таких на весь город не больше двух десятков. Вспоминаем, что снег в Саранске шел в половину дней наступившего года. И получаем закономерный результат. Убрать все быстро никак не получится. Небесная канцелярия поблажек не дает. По прогнозу, снегопады разные и интенсивности продолжатся и всю следующую неделю. Но есть и хорошая новость. Половину зимы мы уже пережили. Пандемия COVID-19. Снова в центре внимания. Российские регионы замерли в ожидании омикронштамма коронавируса. Известно, что он в разы заразнее предыдущих версий этой инфекции. О тяжести заболеваний есть разные мнения. Симптомы внешне напоминают грипп и ОРВИ. Но вот о последствиях известно немного. В мире на неделе был побит рекорд ежесуточной заболеваемости. Российская и мордовская статистика пандемии после новогоднего затишья поползли вверх. Пока поползли, в Роспотребнадзоре уже прогнозируют взрывной рост и заражений, и госпитализацией, и смертей. Светлана Лашина вернулась из красной зоны республиканской инфекционки и готова поделиться впечатлениями. В коридорах красной зоны республиканской инфекционной больницы пусто. Выходить пациентам запрещено. В каждой палате своя история. Дмитрий Демкин попал в ковид-госпиталь спустя 20 минут, как куранты объявили начало нового года. Болезнь началась с обычного озноба, а спустя несколько дней домашнего лечения он поступил в больницу с температурой за 40. В капельнике, как и все, все вроде нормально, но температура держалась, вот, наверное, дня 4 держалась, держалась. Потом чувствую, что мне, ну, стала дышка хуже. Отвезли на КТ. Сначала у меня было 10 левая, правая 40, а потом уже в итоге по 75 процентов с двух сторон. При поступлении специалисты всегда определяют состояние пациента. В случае Дмитрия болезнь была средней степени тяжести. Но такая формулировка весьма обманчива. Это пациенты, у которых высокая лихорадка, высокой температуры выше 38 градусов. У этих пациентов отдышка имеет место быть, которая усиливается при физической нагрузке. У них может быть чувство нехватки воздуха, у них может быть паника, потому что чувство нехватки воздуха – это состояние очень тревожное. Поэтому, несмотря на такую формулировку средней степени тяжести, эти пациенты для нас очень волнительны. Волнителен каждый пациент. Сейчас их немного в стенах инфекционной больницы. Пандемия дала небольшую передышку. Главный ковид госпиталю республики сейчас работает с 50-процентной нагрузкой. 130 свободных коек есть в боксах, а вот реанимация не пустует никогда. В реанимации и Дмитрий провел 5 дней. Прошел по грани, волновался сам, видел состояние соседей по реанимационным койкам, вызывал опасения у врачей. Страшно, я не знаю, привыкать сначала к аппарату. Я долго очень привыкал, я не мог, задыхался, а потом уже в ритм как-то вошел в аппарат. И без него вообще не дышалось с ним. Вот, считай, два с половиной дня он меня прямо вытащил за два с половиной дня. Дмитрию потребовалось несколько доз блокаторов цитокинового шторма. Постоянное наблюдение врачей. Как пчелки, если честно, как пчелки жужжали, жужжали только постоянно уход. К сожалению, имен не знаю, но постоянно контроль, постоянно следят люди. С реанимацией, считай, они отходят от вас постоянно под контроль. То есть, все, на высшем уровне, я говорю, насчет этого, сплоченная команда у них, все прямо четко. Сплоченные командой за время пандемии в инфекционной больнице вытянули в жизнь больше 7,5 тысяч пациентов в возрасте от 4 дней до 98 лет. За период 2021 года по сравнению с 2020 отмечается рост пациентов трудоспособного возраста и детского населения. Если мы в 2020 году пролечили 198 детишек, то, значит, в 2021 их уже было около полутора тысячи. Тяжелых больных в прошедшем году тоже прибавилось с 200 в 2020 до 1000 в 2021. И в 98% случаев в реанимации попадают непривитые пациенты. Таким был и Дмитрий Денкин. Разделились на две части людей, категории. Кто говорит, зачем это делать, если в здоровый организм что-то впускать, какие-то антитела. И так вот на этой почве, наверное, поверили людям. То есть не докторам, а обычным людям. Я не думал, что меня это коснется. Мы все об этом, наверное, и думаем, что меня это не коснется. Не так. Круг сужается. Все, мне кажется, кто не вакцинируется, все переболеют. Когда на своей шкуре я все почувствовал, уже страшно. Лучше ставить вовремя, на самом деле. Не тянуть, идти ставить и все. И не думать о ни о чем. Все семьи и супругов. То есть будем ставить уколы 100%. В разрезе ситуации с распространением штамма омикрон, который происходит в мире, мысль здравая, говорят специалисты. Новый вариант коронавируса распространяется молниеносно. В России зафиксировали уже порядка 700 заболевших омикроном. Случаи омикроны зарегистрированы сегодня в 13 субъектах Российской Федерации. В первую очередь, конечно, это столичные регионы, это Москва. Московская область, Ростовская, Санкт-Петербург, Пермский, Краемурманская область, Ленинградская, Орловская, Оренбургская, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская область. Конечно, большая часть заболевших в столице России, но даже те регионы, которых пока омикрон не коснулся, живут с пониманием неизбежности. Мордовия в том числе. Все мы оценим ситуацию с омикроном, которая проходит в мире и в Европе в том числе. Многие страны просто закрылись на локдаун. Мы не избежим вируса омикрона и пятой волны, но все зависит от нас, как мы к ней будем готовы. Потому готовят систему здравоохранения к взрывному росту заболеваемости по всей стране. В инфекционной больнице Саранска сверяют запасы лекарств. Держит резервный коечный фонд в полной, практически боевой готовности. Это, по данным Роспотребнадзора, очень коварный вирус. У него очень высокая вирулентность. Заболеваемость распространения этого вируса сравнима с вирусом ветряной оспы. И поэтому, с учетом всех этих данных, я призываю население нашей республики вакцинироваться. Только вакцина спасет нас от тяжелых последствий. Пожалуйста, учитесь на чужих ошибках. Опасения вызывают не только вирулентность и контагиозность омикрона. Последние данные опровергают первоначальное заявление о легком течении болезни при заражении новым штаммом. Несмотря на ряд заявлений, что омикрон дает там где-то не столь тяжелое течение, как дельта, хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационное отделение в ковид-госпиталях и вообще койки мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены. И, конечно же, непривитые пациенты составляют большинство на госпитализации, особенно старшие возрастные группы. Совместное российско-итальянское исследование Центра Гамалея и Института Спаланцани показало, что вакцинация и ревакцинация препаратами «Спутник» защищает от омикрона. Об этом на уходящей неделе говорил и президент России. Специалисты утверждают, что есть около пары недель, чтобы подготовиться к новой волне, сделать прививку впервые или ревакцинироваться. Светлана Лашина, Игорь Гангаев, программа «В центре внимания». На неделе Росстат опубликовал индекс потребительских цен за декабрь. Фактически это показатель инфляции. Рост цен достиг максимальной отметки за последние 6 лет. В среднем за 2021 год все вместе подорожал на 8,39%. Сильнее всего выросли цены на продукты. Декабрь 2021 дороже декабря 2020 на 10,62%. В Мордовии есть свои рекордсмены по дорожанию. Например, стоимость килограмма обычной капусты увеличилась более чем в 2,5 раза. Картошки в полтора с лишним раза. Дорожают все виды мяса, крупы, особенно гречка. Вообще, конечно, средняя инфляция не отражает, насколько больше на продукты стал тратить каждый из нас. Вот какими наблюдениями делятся покупатели. Печенье, например, кондитерские изделия подорожали. Все мясо, мясное тоже, и овощи дорогие старые. Ну, стараюсь в магазин ходить не так часто, только по надобности. Молочный, хлеб, все. Овощи тоже, безусловно, кроме если в тепличные не зайти. В тепличном, конечно, да, подешевле. А так, конечно, все подорожало. И причем чувствительно очень подорожало. На неделю крупнейшие федеральные торговые сети объявили, что ограничили 10% на оценку на социально значимые товары. Это, конечно, важная мера, но вот товар на пути к прилавку преодолевает несколько этапов, на каждом из которых есть свои, причем понятные с точки зрения экономики, причины подорожания. Почему говядина прибавляет в цене? Им для кормы тоже дорогие. Видите, как сейчас все подорожало. Им тоже невыгодно, видать, я так понимаю. Растить тоже, это очень тяжело растить. Было бы, например, свинины есть все подряд. А это говядина, самые отборные кормы едят. Подорожало прям насильно. На 50 рублей на 20? Да, очень сильно. Некоторые продукты умудрились и подешеветь. 22 копейки с килограмма в среднем потеряла соль, 6 рублей яблоки, 13 рублей свежие помидоры. Эти цифры звучат как издевательство, но такова официальная статистика. В непродовольственном секторе тоже существенное подорожание. Средняя инфляция по стране составила 8,58%. В категориях вполне ожидаемо наибольший вклад ввесли стройматериалы, прибавившие в цене почти четверть. Инфляция в сфере услуг чуть-чуть не добрала до 5%. Есть ли надежда, что подорожание замедлится в 2022 году? Не думаю, вы же заметили, как изменились цены в магазинах после новогодней ночи. И в чью пользу? Вернемся к саранским городским проблемам. С Нового года несколько автобусных маршрутов стали обслуживать частные перевозчики. Внешние изменения выглядят так. Где раньше ходили удобные МАЗы, теперь работают пазики. Автобусы сомнительного комфорта. Почему муниципальный Горэлектротранс отказывается от части своих перевозок? И можно ли сделать общественный транспорт прибыльным? Ответы у Людмилы Кусеровой. Девятый автобус подъезжает к остановкам на ТЭЦ-2 строго по расписанию. Он и еще несколько частных 44-х. Вот и все. Транспортное обеспечение, которое здесь осталось. Ситуация парадоксальная. Людей на ТЭЦ много, а пассажиров нет. Сейчас пустили маленькие очень автобусы. Так вот и ездим, добираемся. Маленькие не хватает. Они битком ходят? Не совсем битком. Народу не очень много ездит. Только что вмещаемся. Хорошо, хоть это отпустили, оставили нам. А то вообще хотели все убрать. Общественный транспорт Саранского в последние годы все больше напоминает шанхайский базар, на котором может и есть какая-то структура, но со стороны ее не видно. Одни маршруты перегружены подвижным составом, в других направлениях совсем не уедешь. Горэлектротранс еле сводит концы с концами, отказывается от маршрутов. Ему на смену приходят частники, которым из бюджета доплачивают за социальную ответственность. В это время пассажиры продолжают жаловаться на плохую работу автобусов и общечеловеческую несправедливость. Ужасно. Ужасно. Ну потому что вечером, например, после, допустим, 7 часов, 44-й перестает ходить как таковой. Девятка, ну вот одна надежда на нее по времени. Она идет от вокзала. Если ее уберут, как говорят, то мы останемся вообще без средств совершенно. Только такси. Простите, на такси у нас денег здесь. Здесь район далеко не богатых людей. Не ездят, потому что невыгодно. Общественный транспорт, объясняет Александр Гущин, важная часть городской инфраструктуры во всем мире. Считается дурным тоном рассматривать эту отрасль как бизнес. В Европе экономисты все давно рассчитали. Инвестиции в развитие общественного транспорта дают государству другой позитивный экономический эффект. Во-первых, развитие общественного транспорта, приоритет общественного транспорта дает возможность снижать уровень автомобилизации. К чему это ведет? Это ведет к тому, что снижаются издержки на строительство, на обслуживание дорог. То есть мы уже экономим деньги, да, улучшается качество воздуха. Кроме того, и логистика, то есть задержки во времени тоже определенные экономические издержки тоже предполагают. Казалось бы, в Саранске есть административные ресурсы, чтобы двигаться навстречу светлому транспортному будущему. Муниципальный перевозчик Горэлектротранс мог бы закрыть потребность в общественном транспорте. Но в подвижном составе предприятия есть только большие автобусы. Не для всех маршрутов такие годятся. Вместо того, чтобы модернизировать автопарк, там бюджетные деньги в виде компенсации субсидий уходят в карманы частникам. Плюс ко всему маршрутная сеть Саранска морально устарела. Появились целые микрорайоны, не охваченные полноценной транспортной сетью. Зато есть направления, которые никому не нужны. Просто потому, что пассажирам они неудобны. По многих маршрутах люди даже не знали, что они есть. Потому что им пользовался достаточно узкий круг людей, которым было удобно ездить на этих маршрутах. Но постепенно пассажирпоток у нас в целом по городу падает. И постепенно по некоторым маршрутам у нас происходит такая ситуация, что постепенно количество рейсов снижается. Опять же, все зависит от пассажирпотока. С улицы Макшанской в центр города ходит только один третий автобус. Он, кстати, тоже недавно стал частным. Вряд ли толпа пассажиров будет ждать его на остановке. Уедут на такси. То же самое с 30-м. Он три раза в день ходит в Озерный. Но там, с таким графиком, такой автобус уже не нужен. Я вообще не добираюсь на 30-м. Мне неудобно. 30-ка вообще. Вообще ее надо отменить уже. Так как социальные газы у Наташи появились. Я удивляюсь до сих пор, почему ее не отменили. А много вообще пользуются людей ей? Вот человек 5-6. Утром, например, человек 5-6. И вечером так же. Я потому что ездила на работу раньше. Это прямо от сил человек 5, это самое большее даже сказано. Чтобы общественный транспорт был удобен горожанам, конечно, здесь как раз нужно его реформирование. Уже во многих российских городах его переводят на так называемые брутые контракты, когда перевозчику уплачиваются деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за количество пройденных рейсов. То есть совершил ты 10 рейсов, получил, собственно, зарплату. Почему это приводит? Это приводит к тому, что перевозчики четко следуют графику, не опаздывают, приезжают вовремя, то есть останавливаются на всех остановках. То есть им не важно, там хоть 5 человек поедет, хоть 100 человек. В нынешних условиях перевозчику невыгодно ездить пустым. Вот. Но опять же, при отсутствии денег такая система очень сложно реализуема. Реформирование общественного транспорта – это не только обновление автопарка и системы расчетов с перевозчиком. Это еще и пересмотр существующих маршрутов, создание дорожной инфраструктуры. В Европе, например, автобусы ездят только по выделенным полосам, не мешаются автомобилистам, не стоят в пробках. Американские ученые Доунс и Томпсон еще в 60-х годах прошлого века выявили закономерность. Чем лучше развит общественный транспорт в городе, тем удобнее передвигаться по дорогам на автомобиле. Для того, чтобы все это реализовать, нужны специалисты и деньги. А пока в Саранске приходится отменять маршруты. За последний год город лишился 4-го, 18-го и 21-го автобусов. Их просто никто не захотел обслуживать. Людмила Кустерова, Александр Зюзяев. Программа «В центре внимания». Мордовия оказалась самым советским регионом России. Дело в том, что названия почти 10% улиц у нас так или иначе связаны с советским прошлым. Революции, коммунизмом коммунистами, СССР и другими вещами. Одних только проспектов разных годовщин октября в Саранске аж три. Уже не первое десятилетие переименований пытаются добиться участники Российского имперского союза ордена. Но у них ничего не выходит. Возвращать исторические названия городским улицам не был готов и ни один из мэров Саранска. Да и нужно ли это делать? Декоммунизация после последних событий восьми лет на Украине в России больше не в чести. Павел Степаненко с репортажем из советской Мордовии. Нет во всей России региона более советского, чем Мордовия. Такой вывод напрашивается, если внимательно изучить карту нашей республики. Оказывается, почти 9,5% написанных на ней названий имеют ярко выраженную коммунистическую окраску. Носят имена революционеров, политических и общественных деятелей, уиквечивают память о событиях и явлениях, связанных с борьбой за власть советов. Вот остановка называется Володарского. Знаете, кто такой Володарский? Нет. Знаете, кто такой Володарский? Да, знаю. Революционер. Чем знаменит? Чем занимался? Ну, не помню. Революционер, короче. Остановка называется Володарского. Улица здесь есть Володарского. Знаете, кто такой Володарский? Ой, я что-то про него слышал, но точно сказать не могу. В двух словах. Кто это? Чем занимался? Чем знаменит? Ммм, какой-то деятель. Революционер какой-то. А что сделал? Не знаю. Ну, революционер точно. Примерно так выглядит экспресс-срез знаний жителей Саранска о Володарском В, настоящее имя которого Моисей Маркович Гольдштейн. С прочими революционерами дело обстоит не лучше. Кого вы еще знаете из революционного периода? Знаете ли кого-нибудь? Огарева Николая Платоновича. Еще из революционистов, сейчас секундочку, Плеханова, Огарева. Ну, наверное, самый известный это Ленин. Странно, что следуя этой логике он не назвал еще и Полежаева. Такая улица в Саранске тоже есть. Но в этом случае он был бы не так уж и не прав. Если опять же вот так размышлять, то в какой-то степени Полежаева, это революционный оттенок, потому что позиционировали Александра Ивановича Полежаева как поэта, который, в общем-то, писал такие вольнолюбивые стихи. И, в общем-то, за что и пострадал, собственно, биографию его мы знаем. Коммунистическая, пролетарская, большевистская. В центре Саранска трудно найти улицу, в чьем название не оставила бы свой след советская эпоха. В Краеведческом музее помнят все старые названия. В первые десятилетия советской власти улицы были переименованы, в основном все. В нашем городе осталось только две непереименованных улицы. Это Новопосадская и Старпосадская улицы. Вот вокруг нашего музея это тоже улица, которая, можно сказать, историческая улица, это же улица Кирова, улица Красноармейская. То есть сейчас они названы улицей Кирова Сергея Мироновича Кирова. Была вторая Успенская улица, Красноармейская улица была первой Успенской улицей. Как правило, в основном все улицы назывались по тому храму, какой на этой улице стоял. Или приход, который относился к тому или иному храму. Большинство храмов не сохранилось до настоящего времени. То есть сейчас переименовать проспект Ленина Христорождественскую улицу. Храма нет, но так и Ленина тоже нет, приводят свои аргументы сторонники возвращения дореволюционных названий. Одни из самых активных состоят в Российском имперском союзе ордени. Именно с проспекта Ленина они и хотели бы начать в Саранске большое переименование. Наша организация еще в 2001 году выступила инициатором возвращения исторических названий нашего города. В течение более 10 лет мы регулярно направляли обращения в адрес городской администрации, городского совета депутатов. И в принципе получали такие бюрократические отписки, достаточно благожелательные с внешней точки зрения, но которые постоянно тормозили и блокировали вот этот процесс. Максимум, что удалось добиться, это вот к 2018 году все-таки появление указателей, где очень мелко, практически невидимо, было помещено историческое название улицы. Для имперского союза ордена это, конечно, небольшая, но победа. Конечно, победа, но очень уж небольшая. Буквально, да еще и неполная. Если вы хотите узнать историческое название улицы, на которой находитесь, нужно искать вот такую новую табличку, которая появилась к 2018 году. Как правило, вместе с большим русским названием улицы есть небольшой подстрочник, на котором и написано, как она называлась прежде. Здесь, как мы видим, такого подстрочника нет, но и там, где он есть, он мало утешит любителей всего дореволюционного, потому что раньше, до переименования, эта улица называлась переулок коммунистический. То ли это признак формального подхода к делу, то ли такой тонкий юмор ответственных за него лиц, Но, собственно, коммунистов любой из этих вариантов в данном случае устраивает. Вы посмотрите, вот на улице большевистской, самый главный вуз Мордовии. Его кто? Кто его воздвигнул? Мы все знаем, это большевики, это то время. Поэтому зачем вот тот оскал показывать, когда его не требует общество? Представители другой части общества как раз-таки требуют. И, похоже, жалеют, что в свое время не воспользовались методами оппонентов. Этот вопрос, конечно, вот как я уже сказал, стоило бы ставить именно тогда, еще 30 лет назад, потому что большевики никого не спрашивали, когда они переименовывали улицы наших городов, да, то есть никаких опросов общественного мнения не устраивали. Просто жестко, так сказать, взяли и переименовали. И таким образом, как бы, пометили территорию, если уж так с позволения выразиться, да. Мы дали определенную паузу в связи вот с сменой руководства в нашем городе, в нашей республике. И думаю, что мы в ближайшее время вновь поставим этот вопрос уже перед новой администрацией, ну и посмотрим на их реакцию. Имеют что сказать по этому поводу современным руководителям и коммунисты. Главный посыл – создавайте новое и называйте, как хотите. Своей работой власть сегодня, начиная и в Мордовии, в целом в стране, должна давать такие результаты, чтобы показать, что этим людьми улицу можно назвать. Давайте Путин называет Бурбулис, улицу Чубайса, да, улица там Миллера, улица, еще можно всякие. Пусть называют тогда. Вот они сегодня, хозяева страны. Воспримет ли это народ положительно даже те, кто сегодня вот из обывателей ратует за то, чтобы улицу переименоваться. Возвращение исторических названий и простая декоммунизация – вещи разные. Однако и то, и другое связано с целым рядом сложностей, не в последнюю очередь финансовых. Имперцы заявляют, деньги найти можно, особенно если население не останется в стороне. У нас уже достигнута договоренность с нашими представителями в Москве о том, что мы изыщем средства, ну как минимум на одну улицу точно, да, для того, чтобы вернуть такое историческое название. Но я считаю, что обычный гражданин, он не должен стоять в стороне от этого процесса. Если ему дорога история своего города, допустим, да, своего населенного пункта, то он, конечно, должен стремиться к тому, чтобы сохранять традиции этого города, традиции своих предков. А тот самый обычный гражданин, который и ходит по тем самым улицам, которого обычно о таких вещах не спрашивают, с большой долей вероятности ответит примерно следующее. А что зависит от названия улиц? Мне кажется, от названия улиц не совсем ничего, все зависит. Это хорошо. Мордовские, саранские, еще какие-то. Ленинские. Было бы на душе спокойно и тепло. И покушать есть на что было бы. Ну, хорошо, что, я думаю, сохранилось, которые, все равно хорошо. А если кто-то захочет переименовать что-нибудь? Ну, пусть переименуют. Пусть, какая разница нам, не все равно, что ли. Павел Степаненко, Андрей Просвиркин, Александр Звязяев. Программа «В центре внимания». И напоследок о приятном на неделе российские журналисты отметили профессиональный праздник. По этому случаю в Доме Республики прошло торжественное собрание. Мои коллеги, журналисты 10-го канала, получили заслуженные награды. Ведущая наших новостей и с недавних пор счастливая мать Лариса Саульна стала заслуженным работником средств массовой информации Мордовии. Спортивный журналист Денис Гарин получил благодарность правительству региона. А программа «Происшествия» во главе с Александром Анусовым заняла призовое место в конкурсе сюжетов, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. Коллеги, я вас от всей души поздравляю, вы, конечно, большие молодцы. И это были все главные события недели. Увидимся здесь же ровно через 7 дней. Живите настоящим и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова